Дима уже затронул тему любимых ошибок и высказал свое отношение к ошибкам. Ошибка это не то, что плохо, ошибки это то, что нас развивает. Поэтому мой доклад это публичная исповедь. Я в роли исповедующегося грешника, вы в роли попов. Ну или поп, кто как. Моя задача исповедаться, ваша задача в конце отпустить мне грехи, мне станет легче. В общем-то я не зря готовил этот доклад сегодня ночью. Итак, поехали. Мои любимые ошибки. Часть вторая, дополненная и переработанная. Постараюсь особо не повторяться. Начну с самой дорогой ошибки, которая мне за последние два года стоила несколько миллионов долларов. Ошибку я назвал сначала осторожность. Потом подумал, не слишком ли я мягко к себе отношусь. И понял, что на самом деле ошибкой даже была не осторожность моя, а трусость. Я просто в какой-то момент испугался и струсил. И я так назвал, в скобочках, трусость. Ну вообще история компании Юми Софт, которая мой основной бизнес, где я работаю директором, она началась в 2007 году. Мы начали создавать Юми СМС и продавать ее. И понятно, что первый год мы работали в минуса. И позитивный кэшфлоу у нас пошел только к середине 2008 года. После невероятно тяжелых полутора лет работы. Потому что у нас жесткая конкуренция, потому что новый продукт на рынке, надо было строить партнерскую сеть и так далее. И тут, короче говоря, в осенью 2008 года нагрянул кризис. И понятно, что продажи сайтов у наших партнеров резко упали. Но кто в AppStudio и кто тогда был, все помнят это время. Я думаю, в ближайшее время нас ждет примерно то же самое. Но вот тогда случился этот кризис, и мы, грубо говоря, только-только выжили. И тут же попали опять на грань смерти. И мне это состояние очень не понравилось. Мне было очень некомфортно. Я реально был в депрессии, в панике, не знал, что делать. Это очень неприятно, когда у тебя расходы, условно говоря, в месяц на 4 миллиона, а выручка упала до полутора миллионов. Ты должен увольнять людей, сокращать офис. А мы только переехали в новый офис, только его отремонтировали, обжили. А людей же я тоже набирал тщательно, с любовью, воспитывал их и так далее. И теперь я должен всех разогнать. В общем, короче говоря, это был один из самых тяжелых периодов в моей жизни, который я без содрогания вспомнить не могу. Но тем не менее мы мобилизовались очень сильно. И с минимальными сокращениями тогда, по-моему, процентов 20 всего лишь сотрудников было сокращено. По тому принципу, которым рассказывал Дима. Те, кто напрямую не участвует в генерации прибыли, были сокращены, включая секретаршу. Мы выжили. Но там еще выжили благодаря тому, что на самом деле кризис 2008 года был не очень долгий. Если вы помните, в 2009 году наш ITNN начал оживать, сайты стали снова заказывать, мы стали снова продавать CMS. В общем, короче, мы выкаркались. Это было здорово. Но осадочек у меня, вот это неприятное ощущение, знаете, на эмоциональном уровне, оно очень сильно осталось. Я сказал, что я больше не хочу такое переживать. А потом мы стали расти, стали расти очень быстро, быстрее рынка. Но тут мне пришла новая гениальная идея создать новый продукт. Мы занимались продажей коробочного продукта, UMI CMS, а я тогда придумал UMI.RU. Тот продукт, который сейчас на самом деле имеет еще больше клиентов, еще большую известность, облачный продукт. Это был где-то примерно начало 2010 года. И я понял, что это практически новая платформа, новый, по сути, не то что новый движок. Движок мы использовали тот же имеющийся, это нам очень сэкономило ресурсы. Но там нужны огромные затраты на маркетинг, потому что это SaaS бизнес, он рассчитан на очень широкий круг мелких клиентов, и поэтому затраты на охват этой аудитории значительно выше, чем затраты на маркетинг CMS. То есть мы считали, что там нам нужно, грубо говоря, примерно на маркетинг только около миллиона долларов в год тратить. У нас этого миллиона долларов в год не было. Но всю прибыль, которую мы зарабатывали на CMS, я реинвестировал. Все начал реинвестировать в этот новый продукт. Но, собственно говоря, я очень сильно боялся, что мне не хватит денег на раскрутку этого нового сервиса Umi.ru. И я очень боялся, что сейчас опять упадет какой-то кризис, опять же упадут продажи основного продукта на тот момент, и я опять окажусь в этой ситуации. А это такая больная ситуация, знаете, как один раз упав, подскользнувшись, второй раз уже интуитивно сжимаешься весь, когда проходишь мимо скользкого места по льду и так далее. И, короче говоря, было самое логичное решение – это привлечь инвестиции. То есть отдать долю в компании за то, что привлечь деньги, которые нам нужны на маркетинг, ну и чтобы эти деньги были некой финансовой подушкой на случай изменения конъюнктуры рынка, к которому, естественно, чувствительны. Ну и, собственно, я параллельно стал заниматься тремя вещами. Собственно, развивать CMS и партнерскую сеть, развивать новый продукт Umi.ru и бегать по инвесторам. Ну, я думал, что когда я начну бегать по инвесторам, то первый же инвестор, который увидит, какой я клевый, какой у нас клевый продукт, какие клевые идеи, я, в общем, довольно успешный предприниматель с хорошим бэкграундом, он сразу даст мне кучу денег за маленькую долю и нормально. К тому же я считал себя очень хорошим переговорщиком. Думал, что проблем это не составит. В итоге там после 15-го фонда, который я обегал в 2010 году, мы, наконец, подписали договор с одним фондом. И случилось это уже в 2012 году, в начале 2012 года. То есть я на беготню по инвесторам, переговоры, поездку в Москву. То есть, кстати, с каждым инвестором было проведено по несколько встреч. С двумя там было еще несколько дью-диллидженсов сделано. То есть приезжала бригада аудиторов к нам в компанию, и на неделю вся работа в компании вставала, потому что они нас аудировали. Плюс с каждым инвестором по несколько встреч. То есть, короче говоря, я год провел просто в поезде Питер-Москва, постоянно мотаясь на эти встречи. Потратил, наверное, половину года своего рабочего времени на всю эту историю. И в 2012 году мы получили инвестиции по достаточно хорошей оценке, которые я считал вполне адекватные, хотя я хотел, конечно, больше. Торговались, торговались, середина доторговались. И это были те деньги, которые я хотел в 2010 году. Но была одна проблема. В 2012 году нам эти деньги уже оказались не нужны. Потому что пока я бегал по инвесторам, параллельно мы развивали Юмиру, и в какой-то момент мы его запустили. Сначала у нас ничего не получилось. Тогда мы его закрыли, переделали, перезапустили, и у нас поперло. То есть у нас рост пошел примерно 10% в месяц выручки. И этот рост продолжается и сейчас. И, короче говоря, к тому моменту, когда мы получили деньги в 2012 году, эти деньги были уже не нужны. Мы вышли на окупаемость проекта, и проект начал генерировать кэш. Почему я называю это трусостью? Потому что я тогда струсил, взял эти деньги, потратил кучу времени, взял эти деньги. Но к тому моменту, когда я деньги в итоге получил, они начали этим заниматься. Компания уже выросла по оборотам раза в 3 или в 4. И стоимость компании, соответственно, тоже выросла раза в 3 или в 4. И, соответственно, вот эти деньги, которые я получил за ту долю, которую я отдал, сейчас эта доля стоит примерно в 6-8 раз больше. И вот эта разница – это несколько миллионов, ну не десятка, но несколько миллионов долларов, которые, собственно, я потерял. Мои инвесторы прекрасные люди. Это прекрасный фонд, который нас там поддерживает, помогает, чем может, и делал вовремя. Но быстро они никогда деньги не дают, они там год еще за тобой смотрят с момента разговора. Просто, грубо говоря, виной всему исключительно моя, будем называть это, осторожность. Это вот первый грех, который я себя, скажем так, иногда обвиняю. Надо было отказаться и не брать. Либо сразу сказать, извините, но концепция поменялась, соответственно. Но я же держу свое слово, так сказать нельзя. Вот. И, соответственно, вопрос, который я хочу вам поднять на примере моего кейса. Все считают, что идеальная модель стартапера – это такая, да, взять пассивные инвестиции, отдать 30% компании, да, потом взять инвестиции раунда А, отдать еще 25% компании, потом взять инвестиции раунда Б, отдать еще 25% компании. Потом компания, если повезет, выйдет все-таки на кэшфлоу и будет на позитивные, будет зарабатывать прибыли и не будет зависеть от инвестиций. Но к этому моменту у основателя фаундера останется уже 5% от компании, ему уже будет не так интересно ей заниматься. Он перейдет в пассивные акционеры, а они наймут наемного генерального директора, который компанию угробит через несколько лет. Вот нормальный жизненный цикл стартапа. Так делать не надо. И я предлагаю вам задуматься над следующим вопросом. А нафига вам вообще нужны инвесторы? Если проект верите, если он действительно имеет тенденцию на быть жизнеспособным, не берите чужих денег. Продайте машину. Откажитесь по ходу в ресторан на год или в баню и так далее. В самом последнем крайнем случае, если бы я действительно увидел, что проект не растет и вот-вот не выйдет на окупаемость, тогда надо было брать. Но я видел, что проект рос, и я все равно отдал долю, потому что уже были предварительные договоренности. не гибкость и осторожность. И мой ответ на этот вопрос, он вот такой. Даже если вы отвечаете на вопрос, вам нужны инвесторы, отвечаете да, в большинстве случаев вы ошибаетесь. Инвесторы вам не нужны. То есть только в 20% случаев, когда вы думаете, что инвесторы нужны, я считаю, что они действительно нужны. Ну, понятно, что я за все проекты думать не буду и говорить, но это мое личное мнение. Следующая история. Это… Я не знаю, почему я об этом забыл. Да нет, я знаю, почему я об этом не рассказывал два года назад, потому что тогда я еще не получил те результаты от того моего периода жизни, который я называю период своей предпринимательской горячки. Первую свою компанию я открыл в 2000 году. Ну и, собственно, как обычно, первые два года она боролась за свое выживание, потом она стала, наконец, зарабатывать деньги. Короче, где-то в 2007 году она начала зарабатывать уже столько денег, что я уже стал позволять себе купить квартиру, машину и еще осталось. И вот на это еще осталось, короче, это была очень большой ошибкой. Почему? Потому что я вдруг вообразил себя нереально крутым бизнесменом и я подумал, а что делать другие нереально крутые бизнесмены? Ну там Ричард Брэнсон, Уоррен Баффет, Сергей Котарев. Но они, естественно, начинают покупать другие компании, раз у них есть лишние деньги, и их собственный бизнес не требует сейчас инвестиций. Ну что, надо покупать другие компании, либо создавать их. И пусть ими кто-нибудь занимается, там, партнер, а я буду сидеть и получать пассивный доход. Ну, особенно это будет здорово, если эти компании будут как-то связаны с нашим рынком, где я разбираюсь, где есть связи, я могу помогать этим компаниям клиентами, советами, ресурсами, технологиями, и даже силой бренда. Ну и, собственно говоря, у меня был период жизни, когда я вкладывал, и у меня был какой-то момент времени, ну, наверное, где-то там около шести компаний, ну, агентство у меня было доля, хостинговая компания, издательская компания, и еще было несколько стартапов. Вот, в этом году я вышел из них всех. И надо сказать, что даже вышел я хорошо, то есть кэш-позитив, то есть я вышел с плюсом. Я продавал доли партнерам, или те компании, которые нельзя продать, мне не получилось, я их просто закрывал. Оставил только одну, собственно, Юмисофт, основную, которой я занимаюсь. Я даже на этом заработал денег. Но я почему считаю это ошибкой? Потому что, когда я стал анализировать, я стал анализировать это относительно недавно, я понял, что все эти компании забирали у меня 40% моего времени. Потому что я, в отличие от Уоррена Баффета и Ричарда Брэнсона, просто участвовать в доле в компании, это не гарантировало мне, что компания работает в плюс и приносит мне прибыль. Потом я тупо посчитал, сколько я времени на это потратил и сколько дохода мне это принесло. У меня получилось соотношение 40% моего времени принесло мне 15% моего дохода. Я понял, что работая в своем основном проекте в Юмисофте, я бы, потратив эти 40% времени, заработал бы как минимум 40% дохода сверху, а на самом деле еще больше. И тогда я стал от них отказываться. Естественно, анализируя причины, почему из меня не получился Ричард Брэнсон, я пришел к такому выводу. Грубо говоря, чтобы управлять компанией, в которой мне бы не надо было вмешиваться и участвовать как менеджер и помогать, мне нужен был такой партнер и такой управленец, который стоит столько денег, сколько я ему платить не могу. Потому что это носительно небольшие компании, мы менеджеру столько платить не можем, тогда мы перестанем зарабатывать сами. Поэтому таких менеджеров позволить себе не мог. И в итоге я завяз на уровне менеджмента, помогая этим компаниям. И тогда я понял одну простую вещь. Конечно, серийным предпринимателем, как Брэнсон, быть можно, а серийным менеджером быть нельзя. То есть менеджер должен работать только в одной компании, отдавать ей все свое время и весь свой менеджерский навык. И поэтому, поскольку у меня просто быть пассивным предпринимателем не получалось, я все время должен был помогать, вмешиваться, разруливать и так далее, то получается я как менеджер уже действовал, я распылялся. И поэтому я вышел, вышел с плюсом, но считаю это ошибкой. И вот, собственно, вопрос возникает, который тоже я предлагаю немножечко осмыслить. А нужны ли вообще партнеры, если вы открываете компанию? Ну, то есть какая была моя логика? Логика моя была следующая. Вот я создаю компанию, куда, например, даю им некий поток клиентов, который генерирует мой основной бренд. Или даю просто свой опыт, который я приобрел за 10 лет управления, например, агентством. И я этот опыт даю своему партнеру, и поэтому он не наступает на те грабли, на которые я наступал в течение 10 лет, и поэтому у него все получается хорошо. Но в жизни это не работает, потому что партнер все равно наступает на грабли, даже если ты ему говоришь, «Вася, здесь грабли». И ты должен, грубо говоря, видишь, что он к граблям идет, ты должен его догнать, остановить, это самое, оттащить от грабли, либо уграбли, убрать из его дороги. Это и есть менеджмент, которым мне приходилось заниматься. Тогда я подумал, «А нафига мне тогда вообще нужны партнеры?» Есть еще один момент, это момент мотивации. Поскольку я предполагал, что я пассивный акционер и хочу тратить максимум несколько дней, несколько часов в месяц на работу с этой компанией, то если я так делал, то у партнера возникало ощущение, что он один пашет, а я нифига не делаю. У него терялась мотивация. Но это нормальное человеческое чувство. И я пришел к такому мнению, что мне партнеры несколько раз обманывали, и это тоже заставило меня задуматься об этом вопросе. Так вот, нужны ли вообще партнеры? Ответ – да. Ответ – партнеры нужны. Но опять же, как и с инвесторами, далеко не всегда, когда вы думаете об этом. Знаете, есть такое, когда вы думаете, что вам нужен партнер, в 80% случаев он вам не нужен. И только 20% он вам нужен. Потому что подавляющее большинство берет людей в партнеры по двум причинам. Либо они хотят, чтобы партнеры за них работали, а они ничего не делали. Это очень частая история. Но партнер хочет примерно того же самого, поэтому обычно это не случается. И реально нужны партнеры только в определенных случаях. И я очень хорошо это сформулировал Павел Ининков, тоже наш большой друг с Димой и член его, который сейчас написал книгу, которая скоро будет издана. Книга, естественно, называется, тоже про ошибки в предпринимателе, называется «Ошибки на миллион». Я вам ее рекомендую и буду на нее ссылаться еще. Он очень хорошо это сформулировал. Я прямо из его книги эту мысль взял. Что вам нужны партнеры, только если вам самим не хватает как минимум половины от перечисленного. Деньги, время, связи, знания рынка, клиентская база, опыт в бизнесе и идея. Вот свою первую компанию я создавал без партнеров. На самом деле все, что у меня было, это куча времени и один клиент. Собственно, я под этого клиента, под один заказ компанию и создал. А потом уже все пошло-поехало. У меня не было ни денег, ни связи, ни знания рынка, ничего вообще не понимал. А ни опыта в бизнесе никакого. Идея была, я создам клевую компанию и стану богатым и знаменитым. Если это можно считать идеей, то была идея. Но как минимум три слагаемых у меня было. Я создал первую компанию. Ничего, она до сих пор жива. Если у вас как минимум есть три или даже четыре из этих слагаемых, вам не нужны партнеры, у остальных идут сами. Если у вас вообще нет ничего из этого, то тогда вообще нет смысла. Бросьте это дело и не открывайте компанию. Никаких партнеров я еще идет не старая. Если вы вноситесь с одной только идеей, у вас ничего не получится. Либо вам нужно еще пять партнеров или шесть. Но дальше все пойдет по жизненному циклу стартапа, о котором я рассказывал. И еще один момент я хочу сказать. У меня на самом деле были компании, где я был единственным акционером. И есть сейчас компания, например, Юми Софт, основная моя, где у нас там четыре акционера, я основной, но есть еще три партнера. И тот, и другой вариант рабочий и очень хороший. Очень хороший вариант. Но есть один нюанс. Если рассматривать менеджмент и бизнес как творчество, то вам партнеры не нужны вообще. И тут я хочу процитировать известного предпринимателя Араса Агаларова. Если я буду с кем-то работать вместе, то мне придется считаться с его мнением, обсуждать, как что сделать. И тот комфорт, в котором я сейчас нахожусь, творить на свое усмотрение, будет ограничен, чего я не хочу ни при каких финансовых перспективах. Вот подумайте на такую мысль. А если мы будем рассматривать бизнес не только как способ зарабатывания денег, но и как, собственно, один из видов творческой деятельности человека. Аналогично тому, как композитор пишет музыку или художник рисует картины. Зачем вам нужны партнеры, если это ваше творчество? Ван Гогу не нужны были партнеры, чтобы писать картины. Он сам как-то справлялся. Нет такой картины. Ван Гог при помощи Мане и еще Сезар вместе создали какое-то полотно. Да нет таких примеров. Человек как творческая единица, он в принципе самодостаточен. Даже если мы говорим о рок-группе Битлз, то идею песни приносил либо Леннон, либо Маккартни, либо Харрисон. Все равно она создавалась в одной голове. Партнеры нужны были только для реализации этой идеи, потому что играли на разных музыкальных инструментах. А в принципе авторство песни за одним человеком. И вот в этом смысле бизнес это тоже может быть воспринято как персональное творчество. И если можно реализоваться как творческий человек одному, лучше это делать одному. Вот такой вывод я для себя сделал. Следующая история. Это ошибка, которую я постоянно… Вернее, это серия из двух ошибок. Одна называется переделегирование, другая называется недоделегирование. И это качели, на которых я все время качаюсь как руководитель компании, как менеджер. Некоторые задачи я слишком переделегирую, некоторые я недоделегирую. Что я переделегирую? То, что мне скучно на самом деле. То, в чем я не хочу разбираться сам. Я беру человека, подчиненного, говорю, вот тебе зарплата, вот тебе задача, работай. И стараюсь о нем забыть, желательно навсегда. Например, бухгалтерский учет. Вот действительно, Дима правильно говорит, что надо каждый день смотреть финансы, смотреть кэшфлоу и так далее. До меня это дошло только спустя, наверное, лет пять моей работы. То есть я старался смотреть на финансовые таблицы, особенно когда в них ничего хорошего еще вообще не рисовалось. Но я старался смотреть на них как можно реже, чтобы просто не расстраиваться. И все как-то само вот так вот проходило и так далее. Но зато, когда потом я делал аудит, финансовый, бухгалтерский и так далее, мне там столько всего интересного о моей компании рассказали, что я даже не знал. Это вот переделегирование, недостаток контроля. Но у меня есть другая еще черта, которая кажется противоречащей предыдущей, но тем не менее я умудряюсь ее делать. Я, в общем-то, еще некоторые спектры работ недоделегирую. Какие? Те, которые мне, наоборот, очень нравится делать самому. Я, например, сам до того, как создал собственную компанию, был директором по маркетингу в финансовых компаниях. Я считаю, что я очень хорошо разбираюсь в маркетинге. Никто меня не убедит в обратном. Даже мои маркетинговые специалисты и директора. Поэтому у меня есть одно свойство. Я вижу любую лажу, которую они делают в маркетинге. Вот любую абсолютно. То есть, если я вижу рассылку, я вижу, где они запятую пропустили, где они кнопку призыва к действию недостаточно контрастную сделали, заголовок неправильно написали. Если там верстка какой-нибудь статьи, я вижу тут же баги верстки, что можно было сделать получше. И я тут же начинаю скатываться в микроменеджмент. Все дошло до того, что отдел маркетинга в компании Юми Софт боится сделать хоть что-то сам, пока не утвердит это у меня. В итоге я получаю что? Что, во-первых, они снимают с себя ответственность за косяки. Во-вторых, они теряют инициативу. А во-вторых, я трачу на это кучу времени. Да, получается хорошо. Конечно, я всегда нахожу ошибки, исправляю. В итоге все уходит там без ошибок. Анонсы, релизы и так далее. Но тратя на это кучу времени, хотя получаю какое-то свое садистское наслаждение, выискивая у них постоянно ошибки и постоянно их находя. Понимаете? Чтобы быть водителем автобуса, нужно как минимум уметь водить в автобус. Чтобы быть программистом, нужно как минимум уметь программировать. Чтобы работать маркетологом, можно ничего не понимать и не знать в маркетинге. Это научный факт установлен. Более того, 90% людей, которые присылают резюме, что они маркетологи, пиражчики, СММщики, вообще ничего не знают, ничего не умеют делать и абсолютно бесполезны. Среди программистов такого не бывает. Там как минимум 20% бесполезны, остальные хоть что-то могут делать. Поэтому я, грубо говоря, на уровне маркетинга такой микроменеджер и сатрап в рамках компании. Я знаю, что это нехорошо, но ничего не могу с этим сделать. Пашу, опять же, хочу процитировать. Опять же, из его книги замечательная фраза, сказанная им, что есть только две единственные функции, которые собственник никогда не должен полностью делегировать. Это маркетинг и контроль за финансами. Значит, маркетинг я переделегировал, я, наоборот, смотрел на него все да в лупу, а финансы я выпускал из-под контроля, за что иногда бывал наказан. Следующая ошибка называется «Это же очевидно». Это когда я думаю, что то, что очевидно мне, должно быть абсолютно так же очевидно и всем моим сотрудникам. Потому что это же очевидно. Понимаете? Например, задача программистов это выпускать продукты, а не сидеть и программировать и бегать в курилку. Это же очевидно. Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что программисты не в курсе, что их задача это выпускать продукты, что они ради этого собрались. Или, например, маркетологи, мои любимые. Это же очевидно, что если у нас есть анонс новых курсов по XSLT, то его надо разослать в рассылку для веб-разработчиков, а не для малого бизнеса, который там занимается матрешками, или ремонтом Opel, или еще чем-то. Это же очевидно. Да? Нет. Мой маркетинг может разослать анонс курса по XSLT к представителям малого бизнеса, как нефиг делать. И вот есть миллионы таких вещей. Вы понимаете, в чем дело? С этим бороться очень сложно, потому что невозможно вообще предсказать все возможности человеческой глупости. Они настолько безграничны, что если перечислять вообще все, что очевидно, то это будет должностная инструкция, когда человек ее дочитает до конца, придя на работу, ему пора выходить на пенсию в этот момент, уже увольняться. Поэтому постоянно балансируем на грани между неким здравым смыслом и должностными инструкциями, где действительно что-то описывается. Но всегда каждый раз, как бы подробно мы что-то не описали, все равно какую-то очевидную вещь люди сделают неочевидным способом. Приходится каждый раз проговаривать очевидные вещи. Следующая история. Я называю его своей большой ошибкой. Ошибка это то, что я демократ и либерал. Я действительно демократ и либерал. Меня за это часто троллят патриоты и ватники. Но я считаю, что демократия и либерализм очень хороши в масштабах государства. Потому что с моей точки зрения, что смысл существования государства это облегчать и улучшать жизнь людей. И в этом смысл демократия и либерализм это лучшие способы устройства государства. А в рамках кампании демократия и либерализм злейшие враги, которых быть не должно. В рамках кампании должна быть монархия, просвещенная желательно, либо диктатура, либо сатрапия. Но только не демократия, не либерализм. Почему? Потому что если задача государства улучшать жизнь своих граждан, то задача кампании это зарабатывать прибыль, а не улучшать жизнь своих сотрудников. Те, кто думают... Очень многие сотрудники, правда, так же не думают, но это же очевидно, в чем задача кампании, для чего она создавалась. И в этом случае для целей зарабатывания прибыли демократия и либерализм очень вредны. Пример. Очень часто я жертвовал интересами кампании ради интереса какого-то конкретного сотрудника. Или мнением кампании ради мнения какого-то сотрудника, которым я считал ценным. На самом деле, Дима очень правильно сказал, я эту мысль вот так вот четко формулировать не мог, но подсознательно осознавал. На самом деле, ценных сотрудников не бывает. Просто есть либо нормальные сотрудники, либо ненужные. Если вы не считаете сотрудника ценным, это значит, он вообще не нужен в компании. Это просто балласт. И я ради ценных сотрудников шел на жертвы, которые абсолютно никак не окупались, а приносили убытки. Например, каждый раз, когда приходит новый менеджер, первое, что он говорит, это то, что наша система управления проектами полное говно. Ее надо заменить на и дальше предлагает какую-то свою, к которой он привык. Если я считал менеджера ценным, я прислушивался к его совету, иногда даже там менял систему, приучил всех остальных и так далее. Потом менеджер увольнялся, мы оставлялись с одной системой, с которой мы еще не уехали, и на другой, с которой мы уже не переехали и так далее. Значит, я дважды неудачно внедрял CRM, только потому, что спрашивал мнение продажников о том, как удобно ли им пользоваться этой CRM. Естественно, никакой CRM было неудобно пользоваться. Потом, наконец, я выбрал CRM сам, внедрил ее и сказал, те, кому это не нравится, могут подать заявление об увольнении, а остальные будут с ней работать. И все, и сразу никто не уволился, все сразу стали с ней работать, и больше вопросов не возникало. Понимаете? Но каждый раз это продолжается снова и снова. С любым новым менеджером, с любым новым разработчиком. Всем не нравится наш APM, всем не нравится наша система бактрекинга, потому что есть другие, которые на самом деле точно такие же, но просто им они нравятся больше. Ну и прочие холивары. Последний холивар у нас был замечательный. Есть два фронтенд-разработчика, и мы думали новые интерфейсы делать на каком JavaScript-овом фреймворке. С точки зрения пользователя, оба JavaScript-ового фреймворка давали абсолютно одинаковый результат. Но они, значит, месяц спорили, какой из этих двух фреймворков выбрать. Один был за один, другой за другой. Это вот примеры либерализации и демократии. Соответственно, вывод, который я хочу сделать. Первое, что любой сотрудник обязан подчиняться решению компании, даже если не считает его неправильным. И тут я добавлю, и даже если это решение действительно неправильное, он все равно обязан подчиниться. Вот я очень часто шел на попятную этому принципу, когда для меня человек был важнее, чем принятое решение, чтобы сохранить человека или сохранить отношения с этим человеком. Это всегда была ошибка, это всегда приводило к убыткам. Дело в том, что система более ценна, чем человек, каким бы хорошим сотрудником он ни был. Даже чем я, директор и владелец. Если я строю систему, система на первом месте. В качестве примера я хочу привести парусный спорт. Я занимаюсь парусным спортом, чтобы управлять лодкой, особенно в трудных условиях. Там должно быть два шкотовых матроса, один рулевой и шкипер, как минимум. То есть некая команда достаточно слаженная. Они должны все делать синхронно, хорошо сработавшись. Грубо говоря, возникают ситуации, особенно в шторм, особенно когда летишь на камни, когда есть несколько вариантов развития событий и непонятно, какое действие приведет к чему. Ветер меняется, волны, течение и так далее. Но, грубо говоря, решение принимает один человек, шкипер. Какое бы мнение ни было у шкотового матроса, даже если шкипер, по его мнению, принял неверное решение, он обязан исполнить решение. Потому что в этом случае у лодки есть шанс на выживание, не грабли к решению. Если он будет делать что-то по-своему или обсуждать этот приказ, но это как на войне то же самое. Приказы не обсуждаются, даже если они неправильно должны делать. Это железное правило, которое до меня дошло в моей компании только спустя несколько лет, потому что я же демократ и либерал. Я хочу всех выслушать. А что вы думаете по этому поводу? Надо мне пересмотреть свое мнение и так далее. Это все фигня. Не надо на это тратить время. Надо делать так, как вы считаете нужно, даже если вы ошибаетесь. Следующая история, как я слишком серьезно воспринимал мнение сотрудников по поводу того, какая плохая у нас система управления проектами или баг-трекер, еще чего-то. Мне не нравится. Точно так же я первое время очень серьезно воспринимал мнение клиентов по поводу того, что нам делать в нашем продукте, а что не делать. Мы повесили вот это. Знаете, там есть вот эти виджеты, типа голосовалки, как они называются, IDS-лист, что там еще есть из популярных сервисов. Рефериал, да. Короче, у нас есть на всех наших сервисах такая штука реформал. Реформал, да. И там, значит, один клиент забивает, а я хочу то-то и то-то, а все остальные голосуют. И там я тоже этого хочу, типа не хочу. И мы как делали? Ну, когда там их накопилось, уже несколько сотен пожеланий, мы брали первые пять и реализовывали. Потому что за первые там было 200 голосов, за вторые было 180 голосов, а те, за которые было там 2-3 голоса, мы не реализовывали. В коробке очень трудно оценить, какие фичи используются, какие нет. А в облачном сервисе, поскольку все это живет на наших серверах, все хорошо видно. И вот мы делали фичи всегда, там первые пять к следующему релизу и списка пожеланий клиентов, а потом смотрели статистику, как ими клиенты пользуются. Так вот вы будете смеяться, они ими не пользуются. Они их хотят, но когда смотришь статистику, там практически никто этими фичами, которые все больше всего хотят, не пользуется. Я стал разбираться, в чем дело. И понял одну простую вещь. Каждый следующий пользователь, заходя в этот реформал, голосует за те фичи, за которые проголосовало большинство до него. Они голосуют за те фичи, которые нужны ему. Поэтому это голосование в реформале, ни гроша ломаного не стоит совершенно. И никакого отношения к пожеланиям рынка не имеет. Вот такой странный вывод я сделал. Ну и кроме того, там были очень часто клиенты, когда 10 клиентов просят 10 разных вещей, ты все 10 сделать не можешь, и ты делаешь фичи, которые просят самые крупные клиенты, например. Или самые обаятельные клиенты, или самые красноречивые клиенты, которые тебе говорили. А это не всегда те фичи, которые действительно реально нужно было делать. И даже не всегда фича, которую просит клиент, ему нужна, не говоря уже об остальных клиентах. Когда у нас стало уже под миллион клиентов сейчас в Юми Софта, из них 600 тысяч это облачные, мы уже, грубо говоря, к мнению одного клиента, чего бы он там ни говорил, ни писал, двух, трех, пяти, десяти, вообще не прислушиваемся, потому что это никакой связи с рынком не имеет. И до этого мы так не делали, мы все это слушали, анализировали, реализовывали, и потратили на этого, не знаю, миллионы, наверное, человека часов, потраченных впустую. То же самое, кстати, можно сказать и про действия конкурентов. Не все, что релизит ваш конкурент, надо обязательно взять и зарелизить вам. Раньше я смотрел, что делают конкуренты, бежал к разработчикам, говорил, я тоже так хочу. У них есть, значит, и нам тоже надо. Не надо нам это, потому что мы не знаем, насколько это реально используется у конкурентов. Может быть, это такая же ненужная фича. Следующая большая история, значит, я уже рассказывал, что я считаю это большим грехом своим, то, что я верил людям, особенно сотрудникам, ну и партнерам тоже. Партнеры меня обманывали, сотрудники меня обманывали. Я этим грехом не хочу вам сказать, что люди плохие, и они обманщики. Просто вот Михаил об этом будет потом рассказывать, у всех людей несколько своя картина мира, или как он называет это, картой. Поэтому то, что они считают правдой, с моей точки зрения, является ложью. Ну, например, спрашиваешь руководителя отдела разработки, когда у нас будет релиз. Он говорит, в октябре управимся. Тут два варианта. Либо он действительно в это верит, либо он хочет в это верить. Либо он даже сам в это не верит, но просто он не хочет, чтобы я на него ругался. Поэтому он говорит, в октябре. Но я для себя, естественно, делаю вывод, что где-нибудь к декабрю они это действительно сделают. Но он же сказал октябрь, потому что ему программисты сказали октябрь. А программисты своя картина мира. Они тоже не хотят расстраивать своего начальника, потому что они-то думают, что реально мы это сделаем к ноябрю, но следующего года, скорее всего. И получается такая цепочка лжи. А реально ты, если им веришь, то ты что делаешь? Так, у нас в октябре будет релиз. Маркетинг. Мобилизовали, подготовили пресс-релизы, обновили сайт, сделали рассылки, еще анонсировали. Дорогие клиенты, в октябре у нас выйдет релиз. И так на 600 тысяч клиентов рассылочка. Ну, естественно, 30 октября приходишь в отдел разработки, менеджер сидит грустный. Разработчики нормально, веселые. Они что, программируют? Они абсолютно ни при чем. И я вывел такое особенное правило. Это самый большой грех в моей жизни, который вместо 100 миллионов. Это я верил разработчикам. Разработчики – это не просто люди, это особые иллюзии, живущие в особом иллюзорном мире. Если вы хотите почитать об этом подробнее, почему так все устроено, почитайте книжку Игоря Ашманова, «Правила Ашманова». Там написано, почему разработчик всегда переоценивает свои возможности, когда берется за работу, и всегда недооценивает сроки. То есть, если разработчик вам говорит, что я с этой работой справлюсь, как вы должны реагировать на эти слова? С вероятностью 20% он с этой работой справится, но гораздо дольше, чем он думает. С вероятностью 80% с этой работой не справится вообще. Если разработчик говорит, я сделаю эту работу в октябре, что вы должны подумать? Какого года? Да, в октябре. И я вам предлагаю, сейчас давайте маленький тренинг произведем. Есть в зале разработчики? Есть. Я не буду вам микрофон тянуть. Скажите, пожалуйста, когда у вас ближайший релиз? Через две недели. Через две недели. Отлично. Есть в зале менеджер? Любой. Вот, вы прекрасно. Вставайте. Значит, ваш разработчик говорит, что у него релиз через две недели. Что вы должны ответить? Клиенту я бы сказал, что через три. Вы очень-очень ошибаетесь. Клиенту надо сказать, что через три месяца. Хорошо, потренируемся еще больше. Скажите, пожалуйста, вот вы как разработчик, скажите, пожалуйста, какого числа Международный женский день? Что должен ответить менеджер в этом случае? Тут два варианта. Он может сказать, я вам верю, да, действительно, и записать. Международный женский день состоится 8 марта. Либо он может сказать, я не верю, и пойти проверять всю эту информацию. Вот что вы сделаете? Не верите, да? Ну, давайте еще уточним. Когда мы будем праздновать Новый год? 1 января будем праздновать. Я вам не верю, если честно. Я это лишний раз проверю. На самом деле, вроде бы, кажется… Спасибо большое. Вот вам груша. Вы очень правильный разработчик. Груши полезны, к тому же они напоминают женскую фигуру, то есть они позитивны вдвойне. Почему я довел ситуацию до такой вот уже крайности, что не стоит верить даже тому, когда разработчик говорит абсолютно очевидные вещи? По очень простой причине. Это экономически более целесообразно с точки зрения риск-менеджмента для менеджеров. Объясню почему. Дело все в том… Зачем я с двумя микрофона говорю, вы не знаете? Привычка уже. Дело все в том, что если вы не поверите разработчику, это спасет вас от гораздо больших неприятностей и убытков, чем те неприятности, когда разработчик говорит правду, а вы ему не поверили. Понимаете мысль? То есть даже если разработчик сказал правду, а вы ему не поверили, это будет меньшая беда, чем если разработчик сказал неправду, а вы ему поверили. Примеров я в своей компании могу приводить миллионы. Я могу на эту тему еще неделями рассказывать. Это самое, как мы по релизу задерживали из-за этого. Но приведу пример из области своей юности. Я любил играть во всякие игры, типа Diablo, когда учился в институте, но это середина 90-х. И, естественно, читал журнал «Страна игр», который издавал Дмитрий. Тогда я с ним еще не был знаком. И вот там однажды, по-моему, то ли в этом журнале, но, наверное, в этом, я прочитал о том, что компания, не помню какая, но, по-моему, Blizzard или еще что-то такое, задерживает выпуск новой моей любимой игры на два года. Я до сих пор помню этот шок. Тогда у меня в 90-м. Я думаю, как же так, блин. Огромная компания с кучей денег, с кучей разработчиков анонсировали выпуск игры и теперь говорят, что мы ошиблись на два года. Так, случайно. Вот вы не поверите, когда я стал управлять софтверной компанией, это происходит сплошь и рядом. Мне разработчики говорили, что они там сделают определенную архитектуру новую за год. Они ее сделали через два с половиной года. Это нормально. Потому что, когда они берутся за работу, они еще не знают всех проблем, с которыми придется столкнуться. Это нормальная природа. Нормальная природа разработчика ошибаться по поводу сроков и своих возможностей. Нормальная природа менеджера никогда не верит разработчику. Вы спасете свои головы и свои бизнесы, если не будете делать эту ошибку. Следующая история – это бизнес-планирование. Я вообще по своему психотипу отношусь к тому типу менеджеров, которые типа надо ввязаться, а там дальше разберемся. И более того, это было подкреплено моим опытом. Всегда, когда я делал какие-то планы и потом пытался им следовать, все равно все шло с точностью наоборот и всегда план не выполнялся. Но в какой-то момент я понял, что без плана жить вообще невозможно. И единственное, что нужно делать, это корректировать изначальный план каждый раз, когда он начинает расходиться с реальностью. И если этим заниматься очень долго, действительно очень долго и скрупулезно, через какое-то время ты научишься планировать таким образом, что у тебя начнет получаться. У меня сейчас, спустя несколько лет тренировки, я предсказываю выручку своего проекта на месяц вперед с точностью до 10 тысяч рублей. Мы уже научились настолько четко строить KPI, настолько четко предугадывать сезонность, колебания, зависимость от вложенных денег в маркетинг, что уже знаем, сколько мы заработаем денег через месяц, через два примерно. Раньше было темный лес. И тут я услышал очень хорошую фразу, я хочу вам дать, я не знаю, кто автор, но фраза замечательная. Сам по себе план ничего не стоит, потому что, скорее всего, он все равно ошибочен. Но планирование как постоянный процесс компании – это обязательное условие. Я очень долгое время игнорировал планирование, потому что мне было тупо скучно, и зачем это делать, когда все равно все пойдет не так. Следующий грех – это, знаете, об этом уже Дима достаточно хорошо сказал, но вот действительно я долгое время оценивал свою успешность как предпринимателя по обороту компании, по количеству сотрудников, которые у меня есть в компании, и по количеству клиентов, которые у меня есть в моей компании. Вот это было для меня действительно значимыми вещами. Когда я общался с другими предпринимателями, ну мы же мальчики, мы же меряемся, как бы, да, безусловно, своими бизнесами. Вот, у кого бизнес больше, у кого больше сотрудников, либо у кого больше оборотов. У тебя сколько оборотов? В 80 миллионов. А у меня 100 миллионов. А, я круче. Понимаете? А на самом деле у того, у кого 100 миллионов, у него, может быть, прибыли нет вообще. Работает в убыток. Или прибыль там миллион. А у кого 80 миллионов, у него прибыли из них 40. И кто из них круче? Очевидно. Сейчас не могу сказать, что оборот для меня совсем не важен. Но прибыль стала гораздо важнее, безусловно. Следующие грабли, значит, я о них рассказывал два года назад, потому что я на них уже наступал. Но я молодец, я наступил на них еще несколько раз. И последний раз буквально в прошлом месяце. Я как раз в отпуск собирался. Я впервые за долгие годы взял с собой ноутбук, загрузил туда все наши таблицы. И в ноутбук, значит, сидел и вычислял рентабельность. Но у нас миллион клиентов, я не могу по каждому клиенту посчитать рентабельность. Но вычислял рентабельность по всем продуктам и по всем крупным проектам индивидуальным, которые мы ведем. И сделал для себя офигенные выводы. Оказывается, то, что я считал, что мы зарабатываем на этом, мы на этом нифига не зарабатываем, потому что тратим ресурсов больше. И тут я хочу процитировать Михаила Жванецкого. Вчера уже Вассерман цитировал Жванецкого, а сегодня я буду цитировать Жванецкого. О том, почему нужно отказываться от многих клиентов, от многих людей и так далее. Давайте я вслух прочитаю. Жизнь коротка, и надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Вот офигенные слова, я считаю, просто офигенные на самом деле. Нужно бросать ненужных клиентов, ненужных сотрудников, ненужные проекты. Не нужно тянуть все это на себе. Еще грешок есть такой. Я вообще интуит по методу принятия решений. Иногда я решения принимаю не головой, а каким-то другим местом. И самое интересное, очень часто при этом оказываюсь прав. То есть голова говорит одно, а другое место говорит другое. И другое место в итоге лучше предсказывает. Поэтому я считаю это нормально. Абсолютно такую методику принятия решения. Я выслушиваю все аргументы, а потом делаю то, что мне подсказывает мое любящее сердце. И KPI я начал внедрять только на четвертый год жизни компании. И только на четвертый год я понял, что оказывается моя интуиция все-таки очень часто ошибается. Потому что если человек мне нравится, и он хорошо создает видимость работы, то иногда я считаю его эффективным, а KPI показывают с точностью наоборот. Я выявил очень много людей, которые менее эффективны, чем мне кажется. И после этого я ввел KPI не только для всех отделов, но и для каждого сотрудника вообще. У меня только у секретарши нет KPI, потому что она просто приносит мне кофе, количество принесенного кофе в день. К сожалению, бессмысленный KPI. Но в принципе каждый сотрудник имеет KPI. И у всех сделана система мотивации, оклад плюс премия в зависимости от KPI. Но за исключением разработчиков, потому что я не говорил, это отдельные люди. Им это не поможет, только хуже. И я опять же прочитал у Анинкова в книге очень хорошую фразу. Вот она мне очень понравилась. То, что нельзя измерить, невозможно улучшить. Поэтому я стал измерять вообще все, что только можно измерить. Например, KPI Umi.ru сейчас это таблица высотой где-то примерно строк в 400. То есть мы меряем все, что только можно по каждому тарифу, по каждой когорте отдельно, по каждому каналу привлечения. Все это считаем сравненно. У нас нет просто средней температуры по больнице, там средней конверсии или среднего ЛТВ, среднего цене чека. Когда мы стали дотошнее в этом разбираться, у меня не только производительность сотрудников, но и продажи сервиса увеличились, потому что мы начали вычислять, какая когорта по какому каналу, по какому тарифу лучше всего монетизируется и перекидывать ресурсы туда. Это очень скрупулезно. Я нанял специального человека с таким вот мозгом, который сидит с этими таблицами, работает с утра до вечера. И ему это нравится. И главное, это очень хорошо окупается. Я всем отделам, за исключением секретарши и бухгалтера, ставлю KPI. И у нас есть таблица, план KPI на месяц каждого сотрудника. Но еще почему это важно, хочу процитировать Ворона Баффета, которым я так и не стал. Ну и продолжаю у него учиться. Значит, когда вы внедряете полностью вот эту систему, построенную на KPI, вообще системную модель менеджмента, в отличие от интуитивного, когда сидит чувак и принимает все решения, то в принципе гораздо проще потом отойти от этой компании, передать управление кому-то другому, и он при этом ее не развалит. Просто вероятность того, что кто-то другой, который будет управлять компанией, то, что он окажется дураком, она весьма высока. Так вот, если хорошо построенная система, то даже дурак, управляющий компанией, ее развалить не сможет, по крайней мере в короткие сроки. Поэтому можно уехать в отпуск подольше, или даже уйти с поста генерального директора со временем, и при этом знать, что компания будет жить дальше. Деньги надо вкладывать в такую компанию, которая может управлять любой дурак, так как когда-нибудь дурак ее обязательно возглавит. Но я надеюсь, что сейчас еще Юмисофт дурак не возглавил пока, но может когда-нибудь это произойдет, поэтому к этому готовлюсь. И последний такой большой факап, который тоже у меня был, то, что я старался всегда пойти каким-то революционным методом. Дело в том, что когда мы выпускали первую версию продукта, нашего CMS, мы решили, что мы его сделаем правильным. Потому что все CMS, которые были на рынке, они неправильные. А самый правильный шаблонизатор – это XSLT. Это любой нормальный человек, знающий XSLT, скажет. Это международный стандарт, им пользуются во всем мире, и Apple, и Google, и Microsoft. И он самый правильный, и он показывает все ошибки и так далее. Но есть одна маленькая проблема. На момент, когда мы выходили на рынок, и мы, соответственно, сделали XSLT основным шаблонизатором, на момент, когда мы выходили на рынок CMS, из всего количества разработчиков знало XSLT примерно 3%. Это были наши покупатели и поклонники. Но зато эти 3% стали невероятными фанатами Юми. Они потом до хрипоты готовы были говорить, что Юми там великолепно, потому что XSLT. Но это не единственное наше отличие было. Но я просто пример привожу. Естественно, мы не сидели сложа руки. Мы запускали курсы, выпускали книги по XSLT, объясняли верстальщикам, почему XSLT наиболее выгоден и лучше. И многие люди смотрели, пробовали, обучались и соглашались. Ходили на курсы, читали книжку, но это, в принципе, не так уж и много. И таким образом людей, которые знают XSLT, любят и используют, в итоге где-то стало примерно вот столько разработчиков. И на этом все. На этом разработчики, знающие и любящие XSLT, в России закончились. Нашими усилиями мы несли это знание в массы, объясняли, чем это выгодно, это действительно выгодно. И это позволило нам занять второе место на рынке по популярности CMS. При этом наши разработчики, которые делают на XSLT, на нашей платформе, они очень лояльны, потому что они на другую систему не перейдут, потому что там нет XSLT. А им нравится этот язык, эта платформа, она правильно, красивая. Это позволило нам занять второе место. Но это не позволило занять нам первое место. Потому что, чтобы занять первое место, надо было предложить тем ленивым разработчикам, которые ничего нового не хотят изучать и знать, то, что они знают и так. И мы это стали исправлять только сейчас, делая новую версию, которая будет поддерживать все шаблонизаторы. Поэтому не всегда путь революционера или делать что-то против тренда, против рынка, против обычаев, это всегда принесет успех. Вы, конечно, безусловно, лояльность какую-то получите и в своей нише будете лидерами. Но это вам мешает, с другой стороны, быть глобальным лидером, быть на первом месте на рынке. И, соответственно, хочу процитировать замечательную поговорку, которая есть у всех трейдеров мира. Trend is your friend. Это означает, что следуй тренду, а не иди против течения. У Стив Джобса получается, у 99% людей не получится. Не понимаю, почему так. Ну вот так оно устроено. Поэтому если вы не Стив Джобс и не считаете себя таковым, лучше идите по тренду. Следуйте тому, чего реально хочет рынок, а не пытайтесь создать свой собственный рынок. Это проще, дешевле. Так вы заработаете денег и придете к успеху быстрее. Ну и, собственно, в заключение я хочу сказать следующее. Вот я вам тут рассказал огромное количество ошибок, которые я понаделал за последнее время. Так вот, какой я вывод из этого сделаю? Что даже несмотря на те ошибки огромные, которые я совершил, все равно компания живет, растет и процветает. Так вот, Дима бы сказал, что бог милостив. Ну, поскольку многие, наверное, в бог не верят здесь, я скажу, что мир так устроен милостиво, что даже если вы делаете кучу ошибок, он вам все равно в большую часть их прощает, и все равно ваш бизнес может расти и процветать. То есть это надо быть уже совсем гениальным человеком, на самом деле, чтобы угробить. Хотя большинству, как вы знаете, в общем-то это удается. Но у меня пока получилось далеко не со всеми своими проектами. Так что мир милостив, это означает, что можно не бояться делать ошибки, продолжать их делать, и все равно у вас все будет хорошо, вы будете обучаться, вы будете умнеть, и вам будет о чем потом рассказывать на конференциях, безусловно. В заключение хочу еще раз пропиарить книжку замечательную Паши Анинкова. Да, у меня получится ее пропиарить? Получилось? Да. Да, ну Паша Анинков, как и я, и Дима, член Entrepreneurs Organization, это люди, с которыми я общаюсь, и которые дают мне, наверное, 80% всех знаний о предпринимательстве, опыта, который я получаю вообще от жизни. Вот, Паша написал книжку, она еще не вышла, но она выйдет в ноябре в издательстве Expo. Она называется «Ошибки на миллион». Он мне просто прислал ее на рецензию, я ее прочитал, ну, наверное, 90% ошибок, которые там описаны, я совершал, безусловно. Я считаю, что прочитаю я ее раньше, возможно, там, наверное, ошибок бы совершил поменьше, и, соответственно, сэкономил бы несколько миллионов, может быть, даже долларов. Поэтому очень рекомендую, когда эта книжка выйдет, ее приобрести. На этом я вас благодарю. Спасибо, что дослушали. Ну и, собственно, как говорится, это была исповедь, да? Теперь давайте это самое, торжественное отпущение грехов. Отпускаете мне мои грехи? Могу я с чистым легким сердцем жить дальше? Да! Спасибо, Снегурочка, да. Спасибо большое, мне полегчало, реально. Я теперь пойду дальше новые делать. Спасибо. Спасибо.